приветствуем всех на канале интернет-магазин пряжи пряжи.су сегодня мы с вами провяжем такой красивый рельефный объемный узор лицевая сторона и изнаночная сторона можно вязать и мужские и женские плечевые изделия можно вязать аксессуары шапку шарф узор довольно таки объемный получится красивый набор можно также вязать плед это пряжа стопроцентная мериносовая шерсть профил мерино экстра 125 внизу в описании под этим видео оставляем все ссылки подписывайтесь на наш канал и также оформляйте заказ переходите по ссылке на наш сайт интернет-магазин пряжи .су а мы приступим с вами к вязанию раппорт узора две петли плюс одна петля для симметрии и 2 кромочные я набрала 9 петель первый ряд у нас смотрите изначально будет установочный ряд один раз мы его провяжем кромочную петлю снимаем и все петли изнаночные и только после этого мы приступим к вязанию первого ряда раппорта в конце петля кромочная кромочную вяжем изнаночной петлей и переходим к вязанию первого ряда раппорта кромочную петлю снимаем 1 лицевая далее делаем такой накид и переснимаем нить рабочую вместе с петлей все повторяем раппорт 1 лицевая пересняли петлю вместе с нитью 1 лицевая пересняли в конце 1 петля лицевая и петля кромочная переходим к вязанию второго ряда раппорта второй ряд вяжем точно так же как и 1 кромочную снимаем там где идет изнаночная 1 петля делаем накид петлю пересняли там где две петли вместе вяжем 1 лицевой повторяем раппорт пересняли изнаночную 1 петля лицевая повторяем пересняли там где две петли вяжем 1 лицевой пересняли в конце петля кромочная вяжем ее изнаночной. Третий и четвертый ряды вяжем точно так же, как первый и второй. Кромочную сняли. Там, где две петли, вяжем одну лицевую. Там, где одна петля, делаем накид, петлю пересняли. Повторяем. Кромочная. Переходим к вязанию четвертого ряда раппорта. В четвертом ряду кромочную петлю снимаем. Там, где одна петля, делаем накид, переснимаем. Следом две петли вяжем одной лицевой. Повторяем так до конца ряда. И в конце кромочная. Смотрите, мы провязали с вами четыре ряда. Теперь самостоятельно провяжите точно так же пятый, шестой и седьмой ряд. Встретимся в изнаночном восьмом ряду. Мы провязали семь рядов. Теперь приступаем к вязанию восьмого ряда. В восьмом ряду кромочную петлю снимаем и провязываем все петли изнаночные. Там, где две петли идут, также провязываем одной изнаночной. Узор вяжется очень просто. Петли постоянно повторяются. Все, теперь приступаем к вязанию девятого ряда раппорта. Посмотрите на основной мой узор. То есть у нас рисунок идет в шахматном порядке. Теперь следующие восемь рядов вяжем в шахматном порядке. Если мы начинали с одной лицевой, теперь будем начинать как бы с одной изнаночной. Кромочную петлю снимаем, нить перед работой, петлю пересняли и одна петля лицевая. Повторяем раппорт. Пересняли, одна лицевая. Петлю пересняли, одна лицевая. Петлю пересняли. В конце петля кромочная. Переходим к вязанию. Так, это у нас получается был девятый ряд. Переходим к вязанию десятого ряда раппорта. В десятом ряду кромочную петлю снимаем. Там, где две, одна лицевая. Там, где одна петлю переснимаем. и так вяжем до конца ряда мы провязали с вами мы провязали с вами 10 рядов теперь 11 12 13 14 15 ряды вяжем точно также кромочную петлю снимаем 11 ряд провяжите самостоятельно 12 изнаночный ряд 13 лицевой 14 изнаночный 15 лицевой ряд встретимся в шестнадцатом ряду мы провязали 15 ряд теперь нам остается последний 16 изнаночный ряд кромочную петлю снимаем и все петли провязываем изнаночные провязываем до конца ряда кромочная все и теперь приступаем к вязанию первого ряда раппорта смотрите теперь чтобы наш новый узор был шахматном порядке начинаем с одной лицевой петли кромочная и лицевая все мы провязали с вами раппорт повторяйте с 1 по 16 ряд спасибо что были сегодня с нами подписывайтесь на канал ставьте колокольчик вам будут приходить уведомления о новых выпусках и также ставьте нравится лайк это поможет продвижению нашего канала до свидания